Всем привет! Вы на канале PUMS, с вами Пётр, и сегодня в гостях у меня Миша, и мы играем в Париж, город огней. Это дуэльная игра про Париж 1889 года, когда на Всемирной выставке общественности была продемонстрирована вся мощь электричества. Благодаря газовым фонарям Париж начала 19-го века уже был известен как город огней, но появление электрического уличного освещения привело весь мир в еще больший восторг. Мы будем теми самыми людьми, которые будут, так скажем, освещать этот город огней. Как будет происходить игра? У нас будет два таких больших этапа. Мы играем за солнце и луну, я за солнце, Миша за луну. Мы предварительно разложили поле. Поле — это низ коробки от игры. Здесь помечены такие тайлы, куда мы будем тайлы мостовой выкладывать. Вот как раз вот эти вот штучки. Это будет в первом этапе. Мы или размещаем тайлы мостовой, или берем здание. А в конце игры мы будем получать победные очки за здания, которые освещены на тайликах нарисованы фонари. Если рядом будет находиться здание, каждое здание, клеточки этого здания будут умножаться на количество фонарей, которые с ними контактируют. Но здание мы не сможем просто так выкладывать. У нас есть на наших тайлах обозначение с цветом. Желтый цвет — это... такой оранжевый цвет — это мой цвет. У Миши — синий цвет. И есть фиолетовый — это нейтральный. И когда мы будем выкладывать вот сюда, например, какую-то деталь, мы... Вот так, например, я смогу выложить, потому что тут есть нейтральный цвет. И в конце игры это принесет три победных очка рядом с фонарем. Раз, два, три. А вот так, например, я не смогу выложить, потому что здесь синий цвет — это Мишин цвет. Я так использовать тогда не могу. Ну, плюс фонари тоже нельзя закрывать, если только нет определенных, так скажем, способностей. Вокруг нашего поля выложены определенные фишки с действиями. И фишки открытки с действиями с другой стороны, они там красиво расписаны. Про свойства этих открыток я расскажу подробнее во втором этапе, когда будем проходить. Получаем еще раз победные очки за освещенные здания. Здания, которые выкладываем, выставляем сюда во втором этапе. Мы будем ставить на них трубы, чтобы понять, что это наше здание. И задания, которые мы будем брать, мы их будем помечать вот такими жетончиками активации. У каждого из нас по четыре таких жетончика. В начале, то есть мы выбираем, или мы располагаем тайл мостовой, лицом вверх в любое место, куда хотим свой. Или берем здание, вот из этого пула зданий. То есть победные очки это освещенные здания. Сразу было все понятно. Это самый крупный квартал. Это еще по одному очку за каждую соединенность друг с другом здания. И минус это непостроенные здания. Минус три очка теряем за непостроенные здания. И получаем дополнительные за открытки вот этими действиями. Ну, во втором этапе я поясню, какие они есть. Я буду выкладывать. Так, а я, пожалуй, возьму пока здание. Сюда выкладывать. Я тоже, пожалуй, возьму здание. Давай мы их куда-нибудь. Вот сюда складываем. Чтоб в кадре было видно. Так, ну ладно, поехали. Выкладывать. Нормально, давай попробуем вот так сделать. Так, тоже вижу. Не очень. Конечно. Можно только... Ну, давай так. Я возьму здание. Я тоже возьму здание. Попытаюсь счастья. Угу. Так. Ну, в принципе, неплохо. Возьму здание. Угу. Я тоже взял здание. Угу. Размещаю тайл. Какой-то не сильно интересный тайл. Какой-то не сильно интересный тайл. Ну, давай так. Так, сейчас я думаю взять здание и риску мать. Ну, да, я еще возьму здание. Ну, давай. Наверное, вот это последнее возьму здание. Угу. 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 Так. Так. Угу. 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 так скажу. Так и так могу тебе подыграть. что я делаю в теории положится взять что ли ладно давай а это не освещено я выкладываю последний но я похоже помогаю тебе чуть-чуть но ты можешь брать или не брать я просто приложу и смотрю но я рискнуваю но недалеко и у меня последний тайл хороший вопрос но ты первый закончил тогда ты ходишь теперь есть у тебя выбор ты можешь или выкладывать свои здания или воспользоваться действием открыток какие у нас есть открытки что эти штучки кладем открытка есть здесь левитация с другой стороны красиво все это разрисовано левитация это можно обменять одно из зданий вашем запасе на любое другое из общего запаса и сразу же поместить здание на поле в соответствии с обычными правилами потом у нас есть вот такое вот это у нас сакрикер игрок который использовал эту открытку в конце игры не теряет очки за неразмещенные здания чарте правильно признаюсь шартье шартье это можно взять жетон мостовой общего цвета в любую свой следующий ход можем закрыть им клетку мостовой цвета вашего соперника и сразу же поместить сверху здания ну или фонтан далее что у нас есть у нас есть это флигель до плюс один просто можно приделать к одному зданию это будет еще одна клеточка который принесет победные очки есть фонарь его по моему нужно сразу достал же помещаешь на клетку мостовой именно своего цвета есть ботанический сад это здание из двух клеток его тоже надо сразу размещать наверху у нас метрополитен и можно закрыть свободную клетку с фонарем то есть ты будешь любой свой следующий ход ты сначала выберешь и потом уже закрываешь когда захочешь и есть художник художник завороженной игрой света на парижских зданиях решил запечатлеть на холсте новый яркий городской вид поместите фигурку художника на свободную клетку мостовой вашего цвета в конце игры вы получите два дополнительных очка за каждый фонарь расположены в занятой художником области эта область определяется границами поля и зданиями другие компоненты не ограничивают область художника включая фонари фонтан танцовщицу или статую два фонаря в его зоне с поля и зданиями только окей ты ходишь первый я первым ходом пожалуй защищу тебя на ноги до хорошая история я наверно сразу попробую что-то самое крупное разместить ха ха нет я сделаю веселее фонарь нужно сразу до расположить посмотри сразу же до окна клетку своего цвета на клетку своего цвета я взял так вот поставил сюда фонарь а тебе он еще подыграет секунду не сюда да да вот сюда все равно ну ладно пускай так выглядит я буду строить здание вот так и получаю я тоже строю здание я строю здесь так с хорошим труск правильно сделать там 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 а где у меня целый длинная история зря я взял они это вижу куда так опасно я вот так сделаю ты не смог район там сделать большинство не давай я понял как мы играем так теперь у меня проблемы только что квартал могу сделать вам сейчас посмотрим я беру клетку и размещаю на твоей на клетке соперника и сразу можно не поставили можете закрыть им плитки сразу же поместить здание или фонтан ну понятно но можно вытащить ну да я понял что просто не использована помечаем не удалось так 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 прикрыть фонарь можно а там когда угодно можно это сделать вы можете разложить но если ты использовал с любой следующий ход так я взял вот эту штуку так что к заблокировал да ну вот это типа когда используешь ты переворачиваешь а я пожалуй активирую да тоже неплохо и продолжу создание неплохо неплохо надо подумать куда окей я заберу вот это дело его нужно сразу поставить сада сразу же так если сразу не надо понять куда только туда видимо ну окей у меня теперь выбор невелик так строим все я тут буду развлекаться я строю вот сюда что что у меня там осталось нет не пойдет я лучше возьму вот этого парня его можно сразу на располагать художник или подеснить фигуру художника на свободную клетку мостовой вопрос сразу его нужно или нет но не сказано вашего цвета ну наверно да наверно сразу сейчас я посмотрю где это выгодно мы не зданиями но больше четырех очков именно своего же цвета на до вашего цвета на свободную клетку мостовой ваш ну окей пускай здесь будет стоять ну я к сожалению а я могу поменять фигуру но это мне не даст а тени на что дать строить я тоже не могу так у тебя после последний осталось так все понятно тогда у тебя все делать я пытаюсь посмотреть одно дело укладываю сюда вот это конечно могу вот так выжить и тогда это будет будет выгоднее да я просто теперь гадаю как сделать если я вот так выложу он закроет больше фонарей нет ну она и так не не я могу вот так выложить здание то есть это один вариант и фонари будут открыты для художника то есть 4 фонаря каждый по 2 то есть это 8 очков но за этот я получу минус 3 за то что у меня осталось или я могу вниз положить его я понимаю тут математика математика математики я не силен сейчас попробуем так восемь очков минус 355 или ну тут тоже тут будет большой квартал соединенный в любом случае больший квартал получается давно про за него еще посчитается вот это все вместе за самый большой здесь будет еще но вот не будет минус 3 очка а ну разница в одну очку скорее всего вот вот этот получится но то сейчас песню вот за этого на товарища я получу 3 очка именно формате то что это самый самый большой квартал а так бы я получил 8 очков за освещение разница в одну очку даже тогда выгоднее ставить секунду думаем а ну там один и один то же самое ладно пускай так вот потом ребята если что на видео поясните мне как выгоднее теперь считаем очки освещённое здание ну давай с тебя начнем тебя освещенное здание умножается размер каждого здания на количество клеток на количество фонарей которых освещают вот это у тебя здания она освещено время фонарями 3 на 1 2 3 4 12 а здесь 13 14 15 16 вот это здание это здание это здание 17 17 19 20 21 и вот это здание 621 у тебя есть и вот это умножается на 321 запомни 1 2 3 4 5 6 7 еще 21 то есть у тебя 41 да вот это здание мы умножили два раза потому что два фонаря и вот этот номер 41 тогда может быть я не посчитал еще раз будем считать вот этот 12 получается до 16 этот 5 умноженное на 2 10 26 и этот раз два три 4 5 6 7 еще 21 26 21 47 47 и считаем квартал самый большой коррик крупный квартал у тебя получается что это сам круг каждый группе от размер своего самого круга квартала здание образует квартал есть ли принадлежат одному игроку спасается хотя бы одной стороной занятой им клетки но не подигональ а у тебя все это квартал да это все получается соединена тебя 19 лет получается и нужно летом считаем да несколько у тебя они у тебя писали 5 4 9 4 13 и 1 2 3 4 5 6 7 20 5 4 4 боже мой 13 1 2 3 4 5 6 7 20 20 20 плюс 47 47 47 47 67 так у тебя 67 теперь считаем что у меня получилось у меня конечно не сильно интересно ну у тебя на этих ничего нету но у тебя это не вычитается потому что у тебя то есть у меня 1 2 3 4 4 4 на 3 12 12 12 1 2 3 4 5 5 на 2 10 22 1 2 3 4 5 26 26 27 27 и за квартал 46 46 46 плюс по 2 за каждый фонарь 50 50 50 до 50 а у тебя 60 60 с чем-то да ну в общем ты победил вот такая вот игра для нее есть дополнение с какими-то дополнительными эфелева башня там помогли на новые открытки но и базы хватает играется быстро но есть где подумать и как по так скажем так скажем поднасалить друг другу можно очень жестко мстить тем более когда есть дополнительные открытки действия не чуть посложнее еще четыре есть открытки там фонтан мулен рушь мыслитель и большой фонарь который освещает определенным способом эту историю спасибо что смотрели всем счастливо пока пока сделаем все пока пока покаACH пока пока пока